Всем привет! Сегодня мы потестируем колеса. Итак, первый тест на ускорение. Я разгоняюсь до 10 км в час и срываюсь в небольшой спринт до 40. И теперь то же самое на новых колесах. Я даже не знаю зачем их купил. РСки вообще тащат отлично. Итак, как вы могли догадаться, метрики не пропали. GoPro что-то не то, не туда записал в каком-то странном формате. В любом случае ничего плохого не произошло. Можно все посмотреть в точности по страве. И здесь первый тест. Собственно, этот самый спринт. И это результаты RS11. Почему-то в итоге 39,6 максимум. Они ровно 40, как показывал Garmin, как на Garmin Connect State. Здесь, конечно же, страва. Спасибо тебе большое. Ты получаешь данные от Garmin. Поэтому нужно изменить их под свое, не знаю, что. Но не спонсируйте страва, не покупайте премиум аккаунт. Есть давно бесплатные на 2 месяца, которые можно бесконечно продлять. Посмотрите на pda4.ru, по-моему, так называется страница. В любом случае это другая тема. 27 секунд на RS11, чтобы разогнаться до, соответственно, 40 км в час. И вроде как это здорово. Так, справедливости ради нужно здесь обрезать, пожалуй, этот тур. Вот где-то вот здесь вот начиналось все ускорение. Судя вот по тому дню, по крайней мере, 27 секунд на новых колесах и 22 секунды на старых. Со средней скоростью на старых 34.1 и 33.5 средняя на новых. Здесь видно, что я с новыми, наверное, меньше придавал усилия. И, в принципе, конечно же, без какой-то ориентира это сложно. Я просто выбрал третью звезду с конца и на ней пытался немножко подавить. Причем не сумасшедшей силы, а просто вот как-то, блин, тоже. Что если бы я максимум пытался, тоже две попытки, два разных максимума. Здесь средний 340 на новых колесах, а на старых все объясняет 459. То есть здесь средняя чисто по ватам гигантская относительно, чем на новых колесах. И поэтому этот тест не имеет репрезентативности, как, в принципе, любой тест подобных вещей на YouTube, GCN и SuckingTips и куча всяких других каналов тестируют. И ничего у них научного не получается об этом после следующего теста. Так, вот здесь березки растут, а мне предстоит еще раз этот мостик над автобаном перейти и в этот раз остановиться сверху, мотнуть разок и просто на пустом ходе, не видалируя, доехать до определенной точки. Я поставлю левую ногу сверху и черкану ей донизу и больше не буду крутить до определенной точки. Ну, до столбиков, скорее всего. Так. Ну что? Раз! Поехали. И ногу там же оставлю. Руки вот так вот держу. Так, и давайте все-таки к результатам второго теста. Это вот просто накат, просто скатиться с горы и вообще ничего не делай. РС-11, средняя скорость 26,9, максимум 32, новый, Найт, средняя скорость здесь незначительно выше, буквально 1,1 и максимум тот же самый. Вот это откровение. То есть, действительно здесь одинаково. Сколько 23 секунды в обоих вариантах, то есть, серьезно, за эти 23 секунды аэродинамичность на средней скорости 26,9 км в час никак не проявилась, точнее не успела проявиться, наверное, объективности ради скажем. И, пожалуй, к следующему тесту. Он, наверное, был самым интересным, потому что самый длительный. И это, в принципе, тоже все, на что у меня было время, потому что я писал несколько работ, которые он дописал. Сейчас будет больше времени незначительно, потому что новый семестр начался в любом случае. 32,7, средняя скорость. Здесь нужно будет еще и ваты посмотреть, потому что здесь длительный период, в котором я крутил фактически, старался немного крутить, чтобы посмотреть, сколько будет разницы для того, кто не особо напрягается, скажем, просто. Простая покатушка, не интервал, ничего, просто обычная крейсерская скорость, скажем так, средний напряг и прочее. Итак, средний ватт из 163, а в Найт меньше было, на аж 10, серьезно меньше. Посмотрим на среднюю скорость еще раз, 32,7 на старых, РС-11 и 33,1 в Найт. То есть, так, а что там по длительности? Три километра? Три километра. 5,29. На 8 секунд я в итоге быстрее был на Найт Компус Сайдс. И меньше напрягался. И правда, это все правда, что я могу сказать. Все правильно сделал, в итоге, 36 максимум. Найт Компус Сайдс в итоге, да, 65 миллиметров, кто бы мог подумать. В итоге на этих колесах ты меньше напрягаешься и быстрее едешь. Собственно, здорово. Вот это реально откровение. Причем, максимальные ваты на Найт Компус Сайдс были 156, нет, 223 и 266 на Шамана РС. То есть, вот этот тест самый интересный личный для меня. Я понимаю, что он не репрезентатив вообще ни разу, как и все остальные. Еще раз повторю, здесь ничего научного нет. Никакого научного дизайна специального, как и, в принципе, на любом белоканале. Все мы только пытаемся. В конце дня нужно быть честным с самим собой и сказать, что мне просто было интересно, у меня есть возможность. Я как мог, так и протестировал. Если честно, я бы тест весь повторил бы, наверное, с Envy и на более длительные промежутки времени, чтобы видеть все-таки эту разницу. Потому что эти короткие тесты, которые были, они, ну, ни о чем на самом деле. Потому что мы, вроде здесь собравшиеся, не катаем по несколько секунд, а, скорее всего, по несколько часов. И здесь имеет смысл подумать о том, сколько в час ты будешь экономить своих сил и испытывать то, что тебе больше всего нравится в нашей средней велосипеде. Высокую скорость. Окей, это было все на сегодня. Что вы думаете по поводу будущего тестирования? Как нужно сравнивать? Самый простой, конечно, на весы положить и сказать, вот, смотрите, вес. Но, наверное, это не самое интересное сравнение. Но, может, у тебя есть какие-то идеи, там, не знаю, в комментариях. Да-да. Да-да.